А я вот это вот все время вот эти таблеточки в кружке заваривал когда-то. А вы посмотрите, какая тут фигня крутая. Е-е-е-е! Привет. Привет, привет. Знакомьтесь, друзья, это Руслан. Он председатель чайного пива Чи Юн. И сегодня мы как раз зададим ему все вопросы, которые вы задаете в комментариях мне. Вот этот человек может рассказать вам все. И лучше обращаться к нему. Лучше показать. Для того, чтобы заварить пуэр, обязательно нужна вот такая вот конструкция? Нет, можно на любом источнике огня. Ну, можно даже на электроплитке варить. В принципе, принципиальных различий нет. Но этот метод, как бы, более-менее приближенный к классике названия, называется варка на открытом огне. А не варить, а просто заварить можно пуэр? Вообще способов приготовления чая массой каждый готовит как хочет. Как ему нравится, как ему удобно. Ну, основных, в принципе, два. Ну, таких, при которых чай максимально раскрывает свои свойства. Это вот варка и пролив. Тогда давай мы не будем сильно разбегаться на разные темы. Сегодня мы сварим и попьем. А в следующий раз, когда я к тебе приду, мы будем проливать. Окей. Вот получается, что ты налил воды. Воду мы берем из-под крана или какую-то особенную? Мы именно берем моршинскую, покупную, бутылированную воду. Это лучшее, что в Николаеве можно найти в плане воды для приготовления чая. Мне кажется, что моршинская Руслану платит река. Да? Ну, а ты думаешь, на какие шиши я чай не открою? Вот. Кто живет в более покрупнее городах, то пробивайте аляску из бутылированных. Но ни в коем случае не используйте воду из-под крана. Даже если там стоят фильтры какие-то супер-дупер. Вообще, в идеале, это родниковая вода. Ну, так как мы живем в городах, вот, то лучше брать хорошую бутылированную воду. Не экономить там, не покупать какую-то там дешевую. С водой разобрались. Теперь самое главное, какой чай мы будем сегодня пить? Мы сегодня будем варить шу-пуэр фабрики Чунхай 2012 года. Очень классный чай, один из моих любимых шу-пуэров. Сразу вопрос. Ты сказал шу-пуэр, а какие еще есть пуэры? Еще есть шэн-пуэры, байхау-пуэр. Это такие основные три, так скажем, сорта. Шу-пуэр у нас называют черный, ну, в принципе, это такое интерпретивное название. Потому что, на самом деле, если в суть вопроса вникать, то он не черный. Вот. Шэн, грубо говоря, тогда зеленый. И байхау-пуэр, белый пуэр. Также есть еще там разные такие прикольчики, сделанные на основе пуэры, типа как чагау, это пуэрная смола. Вот. Есть такая разновидность байхау-пуэра, то есть белого пуэра, как ябао. Это нераскрывшиеся почки с пуэрного дерева. Ну и так дальше. Извращений на самом деле хватает. Мы сейчас будем варить шу. Да. И, насколько я понимаю, шу это один из самых популярных в нынешнее время чаев, правильно? Или один из самых доступных, наверное? Ну, я бы сказал, наверное, больше популярных. У нас полтора литровый чайник, точнее вот это, где-то полтора литра воды мы налили. Чайник чуть побольше. Вот. Берем обычную гайвань, ну, если гайвани нету, можно брать обычную чашку, кружку. Что такое гайвань? Гайвань – это один из самых древних сосудов для заваривания чая. Переводится как «чашка с крыши». Вот она, как выглядит. Для того, чтобы сварить пыр, мы сначала его умываем. Ну, смываем пыль и рабочие руки китайского крестьянского народа. Но мы заливаем холодной водой. Это только в случае варки. Чтобы он не заваривался, а просто смылась пыль и грязь, и чай умылся, немножко пробудился, так скажем. Вот. Берем мы чай из расчета примерно 1 грамм на 100 миллилитров воды для варки. Вот. Ну, мы взяли тут почти 20 грамм по нашей старой традиции. Почти 20. Чайник называется. Переводится как «чайная доска», но она используется просто для удобства. Потому что приготовление чая довольно, так скажем, ну, вода льется, все бежит, там где-то капает, что-то протекает. Ну, и вот в чайной доске для этих целей сделаны дырочки. Внизу вон поддон, все стекает в поддон. В бане на самом деле есть масса вариантов. Короче, удобно, чтобы не заморачиваться, никуда не бегать, не выливать воду. Ты сидишь, ни от чего не отвлекаешься, настроен конкретно только на свой процесс, да, приготовление и питье чая, и не заморачиваешься ничем, можешь просто лить вот так вот вниз. А остальные инструменты? Ну, остальные инструменты, вот, это такая бамбуковая чахэ. Чахэ это переводится как коробочка для знакомства с чаем. Ну, в нее вот изначально мы насыпали чай, чтобы определиться с весом и объемом того чая, который мы будем варить. Это совочек, ну, чай набирать, потому что изначально весь чай рассыпной, и для удобства. Это такая специальная кочерга, для того, чтобы удобнее было перекладывать с чахэ чай в заварочный сосуд. Неважно, это деревянное шило. Современные все чайники, они идут с гнездом, так скажем, там, со встроенной функцией сита. А раньше этого гнезда не было, ну, и носик, естественно, забивался чайным листом и пробивать носик. Это воронка, ну, обычно очень много чайников с узким горлышком, ну, чтобы чай не рассыпался, когда ты его из чахэ перекладываешь. Такая воронка, и щипцы брать в чашки, когда ведешь чайную церемонию. Когда пьешь чай, не надо его щипцами брать? Нет, это чайные фигурки, чайные статуэтки, хранители чайного пространства, название у них масса. Ну, это больше такое уже эзотерическое значение. Практическое значение, это когда вода капает, льется на доску, естественно, встречаясь, так скажем, да, с довольно плоской твердой поверхностью, брызги разлетаются. А когда ты выливаешь воду на чайной фигурке, то брызги. Берем и отливаем часть воды. Называется омолаживание, это процедура. Практическое ее назначение в том, так как при закипании с воды выходит кислород, вот, эту воду мы подольем уже как раз в районе кипения воды для того, чтобы насытить воду, оставшуюся в чайнике, кислородом. Ну, а эзотерическая составляющая этого момента, это все вот инь-янь, там, типа, китайцы считают, когда вода закипает, она умирает, это этой водой отлитой ты ее, как бы, омолаживаешь. А где бы ты посоветовал покупать пуэр? Ну, если аналоговая, так скажем, чайная точка, да, там, чайный магазин, лавка, чайная, неважно, то там можно попробовать, там всегда дают пробовать. Если в интернете, то только, ну, постараться купить минимальный вес, так скажем, чай попробовать, если он тебя устроит, тогда можно брать. А так, на вид, ну, невозможно выбрать чай. Бывают такие случаи, что ты на него смотришь, вроде как, на вид он очень крутой, такой прям живой, маслянистый, а ты его пробуешь, а он никакой, ну, нет в нем ци никакой, нет энергии, ну, чего-то такого привлекательного. А и бывает наоборот, ты смотришь, такая труха, там, половина каких-то палок, вот таких по размеру, ну, очень невзрачный такой чай, а ты его пробуешь, а он вообще пушка, ну, спрос цен очень колоссальный. Можно там и за 300 гривен купить блин пуэра, а можно и за 300 долларов. Не, ну, если, например, вот тот же Алиэкспресс предлагает, там, блин пуэра, ну, грубо говоря, там, вот, 357-граммовый, там, за 6 баксов, вот, реально купить за такую стоимость нормальный пуэр? Ну, я думаю, вряд ли, думаю, вряд ли, но тут еще такой момент есть, как хранение, да, и некоторые люди, у некоторых людей один и тот же блин, там, чай одного и того же урожая, одного завода прессовки, ну, идентичный, так, грубо говоря, но одного продавца он стоит дороже, потому что он его правильно хранил. Очень важное значение это имеет, то есть хранить чай в правильных условиях. Так, нам уже тут пора. Мы берем обычные китайские палочки, деревянные, самые простые. Желательно, чтобы они не были ничем там вскрыты, ну, короче, чтобы не было, ну, лаком там, каким-то, краской, или что, чтобы не было посторонних привкусов. Вот, вот эту воду с гайвани мы сливаем и закручиваем в воронку. Ну, обычно, это можно обычной ложкой сделать, ножом, там, чтобы от руку попадет. Воронку мы делаем для того, чтобы чай упал на низ сразу, чтобы он сразу весь охватился, так скажем, со всех сторон водой. Ну, обычно закручиваем. Вот, и высыпаем. Потом подливаем эту воду, которую мы сливали. И ждем, пока вода закипит. Ну, точнее, она, вот мы выключим наш огонь. Вот, как только вода начнет закипать. На самом деле, методов варки очень много, и каждый модернизирует по-своему. Я варю так, и я не претендую на то, что это какой-то канонический способ. Ну, я перепробовал много различных вариаций, и такая мне нравится самая большая. Теперь мы ждем, когда закипит. Ну, да. Или вот, ну, только-только начинает кипеть, и выключаем, да? Да, да, да. Ну, вот, в принципе, мы уже практически нафиг. Финишной прямой. И выключаем огонь. Ну, в принципе, чай готов. Пить его можно начинать, когда чайный лист упадет на дно. То есть, ну, как правило, это проходит 3-4 минуты. Вот, как бы, пуэр, вот мы даже переборщили, да, грубо говоря, на треть. Больше насыпали, и то он у нас не нефтяного такого, не черного цвета. То есть, это говорит о том, что пуэр качественный. И он должен быть даже, что пуэр, он не должен быть такой нефтяного прям цвета. Он должен быть, ну, да, довольно темный, но такого вот, темно-вишневого, янтарного больше цвета. Ну, вот, в принципе, у нас чай настоялся. Лист упал. Мы переливаем в чахай. Чахай или кундаубей, или сливник. То есть, это, грубо говоря, промежуточный сосуд такой. Ну, что, огонь. За вас. Ваше здоровье. И тут должна быть музыка. Е-е-е-е! А чем отличается шэн пуэр от шу? Ну, шу пуэр, в принципе, как разновидность, да, пуэра появился в 60-е годы 20-го века. И появился он, как имитация шэн пуэра. Выдержанного шэн пуэра. Вот, шэн пуэр, это единственный чай, в котором он не закрывает процесс ферментации. И если его хранить в правильных условиях, то с годами он подвергается естественной ферментации. От перепадов температуры, влажности воздуха и все. Можно это искусственно создавать, как создают на складах, где хранится много. И с годами из него уходит горечь молодости, так скажем. И раскрываются более глубокие вкусовые и энергетические особенности. И очень ценится выдержанный шэн пуэр. Ну и когда пошла мода, так скажем, на китайский чай, и очень много его стали покупать и пить. Ну, естественно, запасов, так скажем, шэн пуэра перестало, так скажем, хватать в нужных объемах. И начали думать, как это, поправить эту ситуацию. И придумали шу-пуэр. Шу-пуэр, он подвергается искусственной, так скажем, принудительной ферментации. Процесс производства довольно похож на компостную яму. Ну, грубо говоря, собирают такую скирду из чая, поливают водой и накрывают брезентом. Ставят там влагомеры разные, градусники, чтобы контролировать процесс именно вот этого прения, так скажем. Ну и он там накрывает брезентом, чтобы доступа воздуха не было. И он там преет. Ну, у каждого там разные технологии в плане температурного режима, влажности, время вот скирдования этого, так скажем, и так дальше. Ну и так получается шу-пуэр. Байхау-пуэр это белый пуэр, да. Ну, там вообще, ну, что такое в принципе пуэр? Пуэр это, грубо говоря, чай, который собран уже с чайного дерева. Не так, как там в остальные сорта чаев с куста. Вот. Деревом считается, в принципе, куст, которому больше 60 лет. То есть это не разновидность, это просто вот куст, который не постригают, да? Не, ну, может его и стригут, я вот эти не знаю штуки. Ну, да, куст, который вырос, да, грубо говоря, это уже считается пуэрным деревом. Ну, если ему больше 60 лет. Вот. Ну, белый пуэр, это, грубо говоря, тот же белый чай, только с чайного дерева. А белый чай? А белый чай с куста. А белый чай вообще, почему он белый? Ну, его производство занимает там практически несколько часов. То есть собрали сборщики лист чайный с куста, разложили. Вообще, в идеале, он должен, если позволяют природные условия, погодные условия, нету дождя, идеально вообще высушить, вот, там, пару часов, там, может, 3-4 часа, ну, в зависимости от погодных условий, так скажем. И все, вот он подсыхает, грубо говоря, вот эти пару часов после сбора, и его уже можно пить. То есть это просто свежак? Ну, грубо говоря, это свежий чай. А вот если в чай много почек, это не белый чай? Это просто... Нет, это просто чай с большим содержанием почек. И он, чем больше почек, тем он в чай, тем считается, как бы, качественное сырье. Например, что касательно вот шу-пуэра, есть даже отдельный, как бы, подсорт пуэра, гунтин называется. Там, как бы, почти все сырье это почки. Вот, гунтин, это, ну, там, переводится, как дворцовый, императорский. Ну, изначально его поставляли, как бы, к императорскому столу. И к столу различных, там, вельмождь, так сказать. Ну, естественно, мы сейчас не говорим о шу-пуэре, который появился, грубо говоря, там, 60-70 лет назад. А шэн тоже есть, как бы, гунтин. То есть это шэн довольно, как бы, древний чай. Вот тут уже почти все выжрали, короче, уже пьяные вообще. Сопли просто. Румяные. Пьяные, румяные. Если у вас появились какие-то вопросы относительно варки чая, заваривания, пуэра, не только пуэра, различных китайских чаев, вы обязательно оставляйте свои комментарии, ставьте там лайки, дизлайки и пишите все вопросы, которые вас интересуют. И реально, если вам эта тема нравится, если она вам зашла вот на ура, то я не думаю, что Руслан будет против отснять еще ряд таких вот сюжетов и рассказать про другие чаи, про способы их заваривания и прочее, прочее. Собственно, сколько будет вопросов, столько будет и ответов, так сказать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...